привет всем на повестке дня у нас пинетки детские которые без единого шва единственные шов это петля в петлю вот здесь при закрытии такие вот маленькие интересненькие размер подошвы около 10 сантиметров это на возраст от 0 до 3 месяцев они тянутся хорошо также и внизу все мешка пришит можно носить как-то пульки и как носочки очень удобные и кстати очень быстрые не люблю очень долго зависать со всякими штучками мне кажется очень аккуратно получилось быстро и без швов что не очень маловажно для детской ножки даже если они еще не ходят такие вот ровненькие и так высота резинки у нас состоит составляет 7 сантиметров на 4 носочных спицы набираем 36 петель это то есть на 4 спицах по 9 петель вяжем резинку 11 я вязала 11 можно 2 на 2 как вам угодно как вам нравится но мне захотелось почему-то один на один вот вот такую мордочку у меня есть видео я вязала повязку на голову для панда есть смысл один и тот же единственное по размеру подбирайте круг центральный круг уже по своим пинетками будете вязать детки будет очень довольны очень симпатичный к смотрится и так я чтобы не растягивать на долгое время видео связала уже резинку по кругу и будем продолжать вязать далее далее вязать мы будем вот эту вот части мордочка мешки находится еще покажу сейчас я уже есть готовая аппликация на 2 то на 2 то пульку вот так вот с изнанки здесь изнанки я уже покажу сейчас вытащу нутро выверну смотрите очень нет потайными швами срезать надо вот ни одного шовчика узелочков нету все аккуратненько вижу я с не так 45 акрила 55 шерсти полушерстяные детские ниточки в две нитки и скажу сразу что на такие пинетки у меня уходит уйдет 50 грамм один моточек всего лишь вот как раз остался на 2 пинетка вижу маленькими спицами сейчас буду переходить на большие так как боковая часть будет увеличиваться после резинки я начинаю вязать на отдельно на одной спице которая 9 петель вязать буду 12 рядов лицевой гладью то есть лицевом ряду лицевые петли в изнаночном изнаночной кромочные петли 1 снимаю последнюю провязываю изнаночной так высаживаем своих зрителей и продолжаем вязать вяжем 12 первую самый первый ряд первую петлю я провязываю лицевой и до последней последнюю изнаночной последняя провязываю изнаночной переворачиваем и вяжем изнаночными петлями 1 сняла последняя изнаночная так и Продолжение следует... 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 итак нам надо провязать 12 рядов высота пинетки можете провязать побольше мне кажется что высота 4 сантиметра будет достаточно это лежит неудобно потому что вязка на растягивается вот вяжем самостоятельно так я довязала 12 рядов платочной вязкой и провязала 13 ряд лицевыми петлями полностью по кругу теперь нам надо связать подошву подошвы будут вязать цельную и во время вязания буду захватывать провязать по 2 петельки по краям такой способ у меня есть на канале видео по вязанию детских следков знаю что кому-то не нравится непонятно очень удобно швы не чувствуются мне кажется быстрее чем шить для этого начиная вот с переда где мы вязали наш провязываю лицевыми петлями до последней петельки последнюю петлю я снимаю и одеваю на петлю бокового ряда так вот и провязываю вместе с две петельки последнюю с этой и первую с бокового ряда провязываю лицевой на лицевой стороне снимаю также оставляю ее на этой спице то есть подошва у нас будет составлять все девять петель и которые у нас будут идти в подошвки далее разворачиваю и начинаю вязать изнаночными петлями то есть я буду лицевом и стороне буду одну петельку по 2 провязывать вместе по 2 петельки с одного из стороны в лицевом ряду и с другой стороны в изнаночном ряду в лицевом ряду провязываем лицевыми петлями в изнаночном ряду провязываем все делаем также переодеваем на боковую спицу захватываем первую петельку с боковой спицы и провязываем изнаночной ниточку подтягиваем нос . и вяжем лицом первую снимаю далее лицевые до последней последнюю снимаю переодеваю на боковую и вместе с боковой провязываю две петельки вместе на камеру вязать скажу честно неудобно когда сидишь удобно в кресле и вязание на руках это очень быстро все вяжется так далее изнаночном ряду также я первую снимаю остальные изнаночные также переснимаю на боковую захватываю одну не петелечку с боковой и 1 петелечка центральный наших рядов вот так у нас собирается петельки аккуратненько никаких швов ничего нету я не спорю может быть кому-то очень удобно сшивать неудобно наверное всего так бесшивной единственный шов у меня петля в петлю шел по задние стеночки подошвы а а и Продолжение следует... Сейчас я вам покажу. Вот у нас идет первая косичка и вторая косичка. Это у нас идет закрытие петель по краям. В принципе, они просто лицевые петли. Они не чувствуются как шов, они не уплотняют вязание. И так я буду делать до последней петли. Итак, я довязала нашу пинетку. Вот такая вот косичка получит с одной стороны и такая же с другой. Получается коса. Наши петельки сходятся. Сейчас я отрезаю ниточку. Для этого нам понадобится иголка с широким ушком. И мы начинаем зашивать нашу пинетку трикотажным швом петля в петлю. Вот у нас ниточка выходит с нижней петли. Я поддену одну петельку сбоку, чтобы у нас не было дырочки. И первую петлю с верхней спицы поддену изнутри ее. И ее можно снять. Ой, зацепила только одну нитку. Смотрите, если вяжете в две нитки, аккуратно, чтобы все были зацеплены. Теперь я захватываю эту так же, таким же способом. С этой стороны я беру отсюда, с той оттуда. Также снимаю ее. У нас не будет здесь дырочка, у нас будет здесь петля. Теперь снова вот эту петельку, которую сняли, поддеваем. Вторую поддеваем изнутри. И снимаем. Протягиваем ниточку. Снова первую петлю нашу. И подтягиваем. И подтягиваем. Так, вот петелька. Ее подхватываю. И изнутри подхватываю. Вот петелька. И так поочередно каждую, по две петельки с каждой спицы. Вы видите, у нас нету шва. У нас идет лицевая гладь. Зачем я перекрещиваю, ой, переворачиваю петли, когда не так беру, а вот за эту. Чтобы не было вопросов, чтобы на лицевой глади не было скрещенных лицевых петель. И так далее. 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 Подхватываем последнюю петельку. С одной спицы. Со второй. У нас здесь получилась дырочка. Мы берем последнюю лицевую петельку, которую мы подхватили. И вот петелька идет у нас с боковой части и под ее сторону мы затягиваем и выводим нашу иголочку внутрь, в изнаночную сторону. Вот такой шов у нас получился. Он не тугой. Вот эти боковые я сейчас затяну, там ниточку надо завязать и не давит. Ребенку будет комфортно. Здесь обычным способом закрепляем ниточку. Прячем ее в боковом петельках изнаночных. Остальное срезается. Так, наша пинетка готова. Ну и покажу. Вот хвостик я спрячу. Ну и покажу, как я пришиваю свои аппликации. Так же, как и на повязку пришивала, кладу на серединку. Беру иголку. Так как мишка у нас коричневый, значит пришивать буду коричневыми нитками. Фиксирую край нити на изнаночной стороне. Делочек свой. Выкладываю его на пинетку. Начну пришивать. Здесь я пришиваю, захватывая таким по одной петельке и протягиваю через крайнюю косичку. Следующую косичку и за крайнюю петельку изнаночной нашей платочной вязки боковой части. Видно не будет ничего. Единственное, не надо затягивать. Потому что приноски, ну и не слабо очень, чтобы не свалилось. Ушки я не пришиваю. Здесь я захватываю верхние бока лицевой петли, чтобы не выходить на изнаночную сторону. Ну и между столбиками с накидами так прошиваю всю макушку медведя. Даже здесь, захватывая резинку, вот одну петельку притягиваем, выравниваем. Уши я не трогаю, чтобы они были оттопыренные. Выравниваем интересные волосы на нашей петельке courses, мне есть петельку. Петельку можно продвигать. И аккуратно, чтобы не пришить к другой части. Можно нечаянно зацепить. Вот и все. Вот и все. Мордашка на пинетку пришита. Как зафиксировать ниточку? Находим стежочек. Обычным способом затягиваем. И это все пропускаем внутрь мешки. Внутрь нашей аппликации. Остальную ниточку срезаем. Вот так выглядят наши топотушки. Не растянутые еще. Вот такие тапочки, пинеточки. Связаны своими ручками для своих деток, внуков. Очень, наверное, будет удобно ребенку. Тепло ножкам. Ну и, наверное, хорошая идея для мальчиков. Для мальчиков всегда проблематично что-то интересное найти. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в группу ВК. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok